МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика». В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Улетели, обещали вернуться и вернулись. В Чебоксарах встретили пилотажную группу стрижи. Конь в центре города и девушка на луне. В столице Чувашии появились скульптуры из необычного материала. Плюс два. В полку почетных граждан города Чебоксары прибыло. Новое административно-производственное здание компании «Каскадгрупп» открылось сегодня в столице Чувашии. На торжественной церемонии присутствовали временно исполняющие обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев. Сегодня в компании «Каскадгрупп» особый день свою работу начинает новая производственная площадка. Современная система приточно-вытяжной вентиляции, пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Это многофункциональное здание оснащено самым новейшим оборудованием. Созданы все условия для работы проектировщиков, конструкторов и разработчиков программного обеспечения. Для нас это большой праздник и это нам позволит решить задачи конкурентоспособной продукции в настоящее время, снизить удельные накладные расходы и одновременно стать одной из ведущих компаний как в России, так и на юрной территории Европы. Визуализация интеллектуального здания, рабочие кабинеты специалистов, а также новые приборы и разработки. Обо всем этом рассказали Михаилу Игнатьеву. Это значимо, потому что здесь работали, работают и будут работать высококвалифицированные специалисты. Вы делаете современные инновационные разработки, и эти разработки уже через программные продукты, через IT-технологии продаются на потребительском рынке. Успели ознакомиться и с работой базовой кафедры Московского государственного машиностроительного университета и Чебоксарского политехнического института. У нас совместно с «Каскадом групп» больше ста студентов уже прошло обучение именно здесь, в этой организации. Это чем хорошо, что предприятие присматривается к студенту, а студент действительно видит и желает понять, интересно ли ему это предприятие, хочется ли ему здесь работать всю жизнь. Вот они находят друг друга, и очень хорошо, что есть возможность продолжать в рамках, пока они еще учатся, уже начать работать на предприятии. В компании «Каскад групп» каждый четвертый работник – выпускник политехнического института. Все было передо мной, все инструменты, все возможности, все было предоставлено. От меня требовалось только, по сути, желание, чтобы все воспринять и еще это связать с учебой. И, в принципе, обучение мне далось легче. Михаил Сермеев закончил Чебоксарский политехнический институт несколько лет назад. И вот уже семь лет работает в компании. Начинал он обычным программистом, а сейчас начальник сектора разработки «СКАД-системы». Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, «Республика». Даже на таких современных предприятиях нужно соблюдать правила безопасности. Охрана труда – важная социально-экономическая проблема, которая требует к себе постоянного внимания как со стороны государства, так и со стороны работодателей. Сегодня в Чебоксарах прошел второй республиканский съезд специалистов по охране труда. Полностью безопасных и безвредных производств попросту не существует. Даже офисный планктонер рискует заработать различные профессиональные заболевания, трудясь в несоответствующих условиях. Сегодня на предприятиях и учреждениях Чувашии действует 1266 служб охраны труда, в которых работают 1765 специалистов. Эффект очевиден. И можно сегодня с удовольствием отметить цифры по снижению производственного травматизма почти на 30%, снижение смертности на производстве на 17%. Количество травм на производстве в Чувашии остается одним из самых низких в Поволжье, а в ближайшее время начнется разработка стратегии нулевого травматизма. Для более быстрого внедрения этой программы разрабатываются методические рекомендации. Некоторые из них были представлены на выставке. Вопрос о создании достойных условий труда, профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости находится на постоянном контроле правительства Российской Федерации, региональных органов власти. Еще одним важным направлением в работе специалистов по охране труда станет пропаганда здорового образа жизни и развития физической культуры и спорта. Татьяна Раевская, Мария Леончик, Андрей Шоклев. Республика. Общественное признание получили выдающиеся жители столицы Чувашия. Лучших из лучших чествуют уже седьмой раз. В этом году награждение прошло в Большом зале городской администрации. Привлечь общественное внимание к деятельности и заслугам граждан, которые внесли значительный вклад в жизнь города Чебоксары – вот основная цель конкурса «Общественное признание». За все годы в Золотом фонде конкурса более 500 имен победителей и лауреатов. На этот раз было подано около 130 заявок на участие. Важно то, что все больше становится неравнодушных горожан. Я думаю, что только так мы можем сделать в городе порядок, только так совместными усилиями мы можем благоустроить наш город. И только совместными усилиями мы можем воспитать наше молодое поколение. «Спор для всех. Беспокойные сердца. Я пишу и снимаю о городе». И еще 11 различных номинаций было представлено в конкурсе. Оргкомитет мероприятия в этом году утвердил дополнительно два направления – «Спасибо за победу» и «Читающий город». Но, пожалуй, самой главной номинацией по-прежнему осталось «Человек года» для граждан, прославившихся своим самотверженным трудом и героическими поступками. Человеком 2015 года признан Сергей Григорьев. Проявив смелость и отвагу, умело и решительно действуя в экстремальной ситуации, Сергей Валерьевич предотвратил гибель человека. Я получил номинацию, приз номинации «Человек года» из рук главы города Чебоксары. Для меня это было очень неожиданно. Я думаю, поступил на месте любой человек так, и поэтому ощущения пока непередаемы, не могу выразить словами. Пожалуй, одним из самых ярких моментов мероприятия стала презентация кукол в военной форме. Этот музей ожил благодаря стараниям детей и родителей Центра развития ребенка. Их творения представлены в номинации «Спасибо за победу». В нашем музее среди экспонатов куклы военные, куклы-солдаты. В форме военной тех памятных лет шлем-гивнастерка ушла в пистолет. Это солидный конкурс, в котором очень хотелось принять участие. Возникла идея создать проект по созданию кукол в военной форме. Это проект музея. Не ожидали, что победим, но буквально нет слов. Третье место, но так приятно. Без награды не осталось и национальное телевидение «Чуваши». Наша коллега Мария Шоклева стала серебряным призером в номинации «Всю душу отдаю детям». Волнуюсь, радуюсь, здесь все трепещет. На самом деле это большая ответственность. Работать еще ярче, еще лучше, делать программы детские еще интереснее. И я очень рада, что номинации «Всю душу отдаю детям». Я как педагог и как автор детских программ. Потому что учить детей можно по-разному. Можно в школах, в детских садах, а можно и с экранов телевизоров. Потому что дети сейчас очень любят проводить время за компьютерами перед телевизорами. Вот стараемся вот так преподать в их любимом.